Что представляет из себя, вернувшийся после полутора лет простоя, борьбы с травмами, спина долго беспокоила. Успел ли восстановиться? Говорят, что да. Говорят, что полностью здоров и очень хорошо тренирован к этому. Но только бой это может показать. В красном углу 29-летний боксер Чеченской республики, собран рост в 179 сантиметров. Для него это очень важный бой. И, конечно же, дело тут не в титуле. Дело в плане возвращения в строй. Конечно же, своего чемпиона WBO вернут в рейтинги, если он будет того заслуживать мгновенно. Там сейчас чемпионство Деметрио Сандрейд или Андраде, называйте, как хотите. Немало боксеров в десятке такого очень серьезного уровня. Но это совершенно не говорит о том, что они не по зубам за Урбеку. Все покажут ближайшие 12 раундов. Я хочу правильный матч. Будьте успехи. Будьте успехи. Итак, против Питту, но вот это я думаю, после боев с Джеком Кулкаем, очень хорошо пройдет работа по корпусу. Он открыт для попаданий. С ним нельзя расслабляться. Длинные руки и очень точные он. Очень мало ударов летят мимо цели. Намного мощнее Байсангуров. И он сразу пошел вперед. Все зависит от того, насколько правильно он поставил тактику. Не верится мне, что бой продлится все отведенные 12 раундов. Потому что, на мой взгляд, Байсангуров намного сильнее, мощнее, опытнее, именитее. Причем он у себя дома, как бы там ни было. Хоть и не в России, хоть и не в Грозном, но это его второй дом уже, промоутерская компания, за которой он выступает. И очень много боев он провел именно в Киеве или под Киевом в Броварах, как в данном случае. Питто такой корявый, боец неудобный, совершенно не классического склада. Очень длиннорукий. Понятно, что он не дастся, вернее, постарается не упасть, не свалиться иногда. Но вы все прекрасно знаете, насколько сильный удар у Заурбека. Он на самом деле, ну, настоящий панчер. И все, наверное, будет понятно где-то раунде в третьем. Ну, пока что нужно установить джеб, установить дистанцию свою Заурбеку. И не попадаться на эти удары. У него длинные, очень длинные удары, затяжные у Питто. Вот он очень часто и в бою с Кулкаем отходил назад, и вдруг движение мгновенное вперед. С одним выстрелом, причем очень точным. Пропускает Заурбек встречные удары, посмотрите. Так было в его последних поединках. Он даже оказывался на полу в поединке с Саро. Совершенно не бьющим французом. И плохой удар по печке, но... Опа, вот это да. Вот это встречный левый, очень хороший. На движении поймал Питто, потому что Питто, когда идет вперед, у него руки не на месте. Он бросается вперед и так немножко раздвигает для удара, для замаха. Здесь его можно ловить, что и сделал Заурбек. Ну, видно, что Питто не ударный боксер. Он намного... Вот даже на руках у него такой мехичной массы практически никакой нет. Вука-Вука. Просто добавь любви. Покажи всем, из чего сделан ты. Специальная футбольная серия в любимых цветах. Джилет. Лучше для мужчины нет. Мотоблок нового поколения Каиман Варио. Надежность и плавность инновационной коробки передач Варио Автомат. Каиман Варио. Гарантия 3 года. Были моменты и у Питто в первом раунде. Он попал справа. Такой звоночек. Он попал несколько джебов. Но и Заур встретил очень неплохо пару раз. Потихонечку устанавливает дистанцию. Потихонечку возвращает себе практику боевую. Боевое мышление. Которое не так просто в тренировочном зале вернуться. Ему надо боевую обстановку почувствовать. Даже вот пару ударов пропустить. Хорошо, что это Питто. Хорошо, что у него нет в запасе мощного выстрела. Я вижу, нервничает Заур. Не получается с него то, что он хочет сделать. Нет, вы знаете, перекрыт. Вот дважды бил по корпусу. Звук-то был хороший, но в локоть. Питто приходили с этой удары. Но все равно работать по корпусу надо. И все-таки больше делать в рейнге. Очень мощный левый боковой у Бальсангурова. Очень хорошо он бьет как на прыжке, так и после уклона. Ну а здесь нужно больше встречать. Ведь Питто наносит немало ударов. Он, конечно, двигается. И двигает свое туловище вправо-влево. И голова ходит постоянно. То есть не стоит на одном месте. Все равно он откровенно атакует. И вот ловить нужно эти моменты. Это оптимальный вариант для того, чтобы начать. Очень хорошо начать. Точнее, удачно начать атаку. Да, на встречу он летит открытым. И очень часто. Здесь с одним штурмом победить очень сложно. Здесь нужно думать. Постоянно думать. Ну вот, дело пропустил. Очень простой удар. Не вернулись еще кондиции к Зауру. Ну и есть у него вот этот грешок. Левая не на месте. Очень часто в защите. Опускает. Опускает ее за урожей. Вот сейчас все-таки желание Заура, оно несколько превышает его возможность, наверное, его настрой, его подготовку к этому бою. Справа попадает. Вот так вот говорили мы, что нет динамита в кулаках у Питта. Но вот ударов 5-6 таких правых прямых. Ну, таких ударов не свалишь, но голова-то отлетит все равно. Ну, по сумме могут накопиться. Вот сейчас попал. И справа, и слева. Есть возможность. Еще пару секунд есть. Папа вслухай. Садясь за руль, будь уверен в ноль промилле. Принимаем трестгель после каждого застолья из утра. Способствует выведению алкоголя и защите печени. Круто! Ждешь лето? Теперь оно всегда с тобой. Попробуй новую фанта-глубника. И снова. Во втором раунде были моменты, как у того, так и у другого. Много пропускает Заур, надо признать. Но его атаки выглядят опаснее не только из-за реакции публики на них. Но и действительно, он панчер. У него мощь-то посерьезнее, чем у Питта. Питта очень здорово сочетает защиту с атакой. Он подвижнее. Он все время двигается. Не только двигается на ногах. Он постоянно уклоняется, постоянно дергает туловищем. И в него очень сложно прицелиться. А Заур, вот как он нацелен на один удар, как будто. И вот и все. Да, можно побоксировать, попытаться. Можно покидать руки. Но вот левый боковой прошел. Правый добавил. Но вот здесь нужно работать в углу. Это шанс. Это один из вариантов, который нельзя упускать. Попал через защиту, но очень жесткий был удар. Постоянно рассчитывает на этот удар слева на выходе из комбинации. На выходе из клинча. Питта легкий, но он несколько быстрее Байсангурова. А у него вариантов нет. У него только большое количество ударов, легких ударов. Тогда как у Байсангурова один удар может стать для Питта последним. Неплохо лево-боковой. Но несколько поздно нанес его сейчас Заур. Успел поставить руку к голове его соперник. Так потихоньку привыкает к этому лево-боковому. Перчатки на месте. А вот сейчас хорошо, хорошо. Вот еще, пора, пора, пора. Да, вот эти два джеба были проведены настолько вот вовремя. Прямо точку в точку. Я думаю, что, я надеюсь, что Заур сейчас почувствует эту дистанцию. Поймает Каура все-таки. Как он это умеет делать. И уже не отпустит соперника. Хорошо. На взрыве двойки коронка, в принципе, Заура. Да, соперник несколько сник. Уже под конец третьего раунда он пропустил несколько сильных ударов. Пусть даже в защиту, но они его напугали. Садясь за руль, будь уверен в ноль промилле. Принимает разгиль после каждого застолья из утра. Способствует выведению алкоголя и защите печени. Подлинное превосходство всегда и везде. Это Toyota Land Cruiser Prado. В его арсенале рамная конструкция кузова и передовые внедорожные технологии. С ним открыты пути, недоступные остальным. Его выразительный облик излучает уверенность. Он не оставляет поводов для сомнений в своих возможностях. Toyota Land Cruiser Prado. Природа моего превосходства. Toyota Третий раунд был, пожалуй, лучшим для Байсангурова в этом бою. Но, надо сказать, что Питто стойкий парень и в таком ключе, в котором он боксирует, он может и все 12 раундов продержаться. Его нужно ломать уже сейчас. Если этого не сделать, он привыкнет. Имя-то себе он сделал, когда неожиданно сумел нокаутируть в восьмом раунде Реду Замзам. Помните, такой боксер, звезда датского бокса, многолетний претендент на титулы и обладатель разнообразных поясов. Ну и вот бой против Джека Кулкая. Как раз четко обозначил лучшее качество Питто. Вот тогда именно и обосновался в Европе этот аргентинец. Очень стойкий, неудобный и сохраняющий свое состояние от первого до последнего раунда. Очень хорошо физически. Байсангуревский целивает одним ударом. Он мало атакует и если он наносит удары, то только силовые. Нужно готовить атаку. И джебом, и он же прекрасно пробивает двойку. У него отличный левый боковой. Что он продемонстрировал в предыдущем раунде? Сейчас почему-то... Хорошо, хорошо. Сейчас в миллиметре пролетел кулак Зауру от головы его соперника. Главное не почивать на лаврах. То есть попал в комбинацию, это не значит, что все, бой ты выиграл. И следующий удар будет последним. Делать то, что получается. Джеб начал проходить. Добавляй правую к нему. Больше удара. И больше удара. И причем разнообразных. В конце концов соперник привыкает к монотонности, к тому, что ты делаешь. И если ты делаешь мало, то он может разбивать начало твоих атак уже своими комбинациями. По крайней мере мешать. Не давать атаковать. Не давать прицелиться. От этого тоже приходит определенная усталость. Когда ты целишься, целишься, ты вот просто перегораешь уже. И не хватает тебя где-то уже со средних раундов. Ну, я соглашусь с вами Сергея. Не самый лучший форум сейчас за Урбек. Мы прекрасно помним его бои за звание чемпиона Европы и за кину чемпиона мира. Там все было несколько по-другому. Возможно, этот перерыв, он несколько выбил из колеи. На самом деле в спортзале-то пика формы не добьешься. Он только приходит с боями. Чем чаще ты выходишь в ринг, а извините, пожалуйста, Бачангурок еще молодой боксер, сравнительно молодой. Еще можно расти и расти. По крайней мере, закреплять то, что было. Напомним, что завевал титул чемпиона мира, полноценный по версии всемирной боксерской организации. В мае 2012 года, выиграв у Лишеля Саро, побывав в нокдауне. И много было неприятностей. Но затем защита против Лукаша конечная. Постаревшего уже Лукаша, но не собирающегося вешать перчатки на гвоздь. Ну, а до этого были и интерконцентальные титулы по версии WBA, и титул чемпиона Европы, и традициональный титул WBC, титул IBF по молодежи. И, конечно же, есть варианты, при которых Заурбек после двух-трех побед будет выведен на отборочный поединок титул чемпиона мира. Это совершенно реально. Уже, ну, не секрет, что IBO это не самая, как говорится, высокая... Могущественная организация. Могущественная организация. Ну, может быть, она входит в десятку тех версий, которые уже существуют. Ну, тут главное то, что уважение к чемпиону, который титул не проиграл, а только из-за травм вынужден был простой такой ручейк. Вот оно, понеслось, понеслось. Да, правая направо. Пропал сейчас правой силой встречной полубоковой полупрямой. Нужно использовать этот момент. Огонь! Огонь! Терпеливый, очень терпеливый Питтон, но нужно доделывать дело до конца. Еще две минуты впереди, и можно успеть закончить этот поединок в этом раунде. Все-таки выстрел отбегал. Прешил не тратить силы понапрасну за Урбека. На мой взгляд, нужно было уже пытаться, по крайней мере... Может быть, еще не чувствует того момента, не может поймать кураж. Ну, что говорить, я сам прекрасно был в таких ситуациях, когда у тебя большой перерыв, ты не выходишь в ринг, и вроде бы ты идеально готов на тренировочном процессе, в спортивном зале. Все спарринг-партнеры дают тебе очень легко, а ты выходишь в ринг, и все по-другому. Как будто ты второй раз в жизни выходишь на настоящий бой. Слишком большая пауза, по-моему, маловаторая боковой, хорошая. Но одного удара мало. Туралый еще короткий. Хорошо, еще, еще. Вот, два-три удара. Вот когда комбинациями короткими работает Заур, сразу же у него большое преимущество. Здесь не нужно бить пять-шесть ударов. Два-три. И если первый не пришел в точку, то второй точно прилетит туда, куда нужно. А третий можно добивать. Хорошо. Левый боковой. Пусть не так сильно, но быстро. И самое главное, вовремя и точно. Прекрасно. Вот поймал, поймал сейчас эту ниточку Заурбек. И вот нельзя менять, совершенно нельзя менять эту тактику. Нужно только развивать свое преимущество. Хороший раунд для Заурбека. Был момент очень опасный для аргентинца. Когда все могло для него закончиться. На грани. Вот, слушай, вот это правильно. Все идет хорошо. Вот так и работаем. Внимательнее, внимательнее. Все хорошо. Все хорошо. Все отлично. Молодец. Вот, повторы. Самое интересное, что было в раунде. Левый боковой, да, частенько приходится куда-то в район уха или виска. Если достанет по подбородку, вот там какие-то могут быть серьезные проблемы. А в конце концов это должно произойти. Да, мне бы не хотелось, чтобы поединок затягивался больше шести, там, семи раундов. Потому что там будет посложнее добить Пито. Пока есть силы, вот пока есть скорость. Желание того Басенгуру всегда хоть отбавляй. Но вот эта свежесть, она всегда помогает ему очень ярко побеждать. Хорошо. Вот, вроде бы, понял правильную тактику сейчас Заур. Нельзя делать большие паузы и не нужно тратить много сил. Нужно боксировать вот ровно так, чтобы динамика была постоянно одна и та же. Чтобы соперник уставал от этого. Как бы ты не делаешь длинные спорты, но ты постоянно что-то делаешь. Вот. Есть снова пауза. Можно было бросать догонку. Да, дает противнику восстановиться. То есть давление не чувствует Пито. Постоянного давления. Соперник должен чувствовать пресс. Вот. Это именно такой вариант для этой пары боксеров. Один, он только может спастись своей скоростью или бегством по рингу. А второй, он только может выиграть только тем, что он мощно будет идти вперед. Не так вот не наобум наносить удары, а вот примерно вот так вот. И меньше делать паузу. Хорошо. Уже практически, но очень редко бросает свой длинный правый прямой Пито. А если бросает, то как-то боязливо. Стараясь как можно быстрее вернуть перчатку на место. Минута до конца шестого раунда. Но вот опять несколько отпустил Байсангуров соперника. Как бы дал ему помахаться маленечко. Тот чувствует это и поэтому наносит хоть не точный, не сильный, но удар. Вот. Вы видите, да? Да, Пито, как только ему дает возможность, он немедленно переходит к атакующим действиям. Поэтому, если на самом деле, ну, ты считаешь для себя высоким темпом, я сейчас обращаюсь к Байсангурову, но работать чаще джебом. Двойным джебом. То есть нужно держать соперника в напряжении. Отлично. Левый боковой. Вот это очень хороший левый боковой бой. Вот сейчас тряхануло Пито. Я помню, мы смотрели бои и даже комментировали бои вот этого боксера. Соперника Забубека Байсангурова. Очень крепкая голова у него. Я прекрасно помню, какой удар он пропускал и все-таки не падал. Вот это бокс, вот это кушанат, сколько не оставайся. Да, совершенно правильно говорит секундант. Попал. И все меньше попаданий у Пито. Их было предостаточно в начале боя. Но теперь он промахивается. Это как раз свидетельствует об усталости. Седьмой раунд. Вот нужно развивать тот момент, который был в окончании предыдущего раунда. Ту тактику. Там все было правильно. И вот чувствуется, как на грани соперник россиянина. Ни разу в жизни еще не был нокаутирован. Вообще не уверен я, что в нокдаунах бывал Пито. Брабо! 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 Вот здесь идеально бы прошел правый снизу. Потому что успевает ставить руки к лицу Пито, но ногти, получается, широко. И вот, да, зала кричит, очень хорошо. Есть динамика, но точных попаданий пока нет. И вот нужно, наверное, заканчивать или пробивать очередной удар. Или левый, или правый, или правый, или снизу. Удар правый снизу намного сильнее, это понятно. Вот четыре раза в облот перчатки справа попал Зурбек. Пока Пито терпит. Но это терпение не может быть вечным. Пропускал он нокдаун или нокаут, или не пропускал, это неважно. Если он пропустит жесткий точный удар, если он пропустит несколько, то бесспорно окажется на полу. Ну вот, несколько уже пропустил справа, держится еще. Долго, да, действительно, это не может продолжаться. То есть, если еще пару таких раундов, вот с такой же эффективностью будет действовать Зурбек, то все закончится. Работа, работа, и правильно кричат зрители в зале, секунданты. Отлично. Вот, вот этого я ждал, если честно. Умеет Зурбек такой не встречный, а такой полувстречный, полуответный. Немножко передернуть, что ли, причем, как бы набрать небольшой замах и атаковать правой. И вот, догонку еще левый. Да, правый кросс был просто идеально выполнен. Хорошо, вот эти удары копятся даже в защиту. Голова-то отлетает. Повело, повело. Ничего такого, говорит соперник. Крепкий парень. Достоит, не достоит до конца. 20 секунд еще. Но я думаю, хоть как, последний раунд должен быть последним. Потому что измотанный. Соперник Майсангурова. Еще один правый. Отлично. Да, следующий раунд обязан быть последним. Очень тяжело Питто. Я так думаю, вы знаете, если он продолжит такое же избиение получать, то его могут просто снять секунданты. Парень молодой, 26 лет, но зачем это нужно? Я думаю, что если следующий раунд будет как предыдущий, то если Питто достоит до конца, то секунданты снимут его с боя. Ну вот об этом я и говорю. Потому что он очень много навропускал. Я удивляюсь, насколько крепкая голова. Вот видите, да? Все, и выходы, 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 уклоны. Прямо вот голова боксера и кулак другого боксера шли друг другу навстречу и встретились. И все равно он устоял на месте. Только не расслабляться, продолжать в том же темпе, с тем же ритмом. В среднем, в среднем ритме. Ну, по крайней мере, Питто вылил все, что он уже может сделать, все, что он умеет, вернее. Он на грани. Показал все, что он может. Но у него нет никаких запасных вариантов или какого-то резерва. Заурбек еще не раскрылся даже. Вот в седьмом раунде он делал ровно то, особенно на последней минуте, ровно то, что нужно делать вообще в бою изначально. Вот, и снизу попадание. Это про то, что я говорил. Очень часто Питто раздвигает ногти. И удар снизу там пройдет. Тем более, что соперник нашего боксера очень часто наклоняется вниз. Как бы пытаясь, что ли, уклоняться или нырять. Такой для этого оптимальный вариант джеб, наверное. Тут же короткий и не сильный лево-боковой. И как только соперник начнет приседать, атаковать право-снизу. Это несложная серия. Она отрабатывается каждый день на снарядах и на лапах. Хорошо. Насколько сейчас медленнее удары у Питто? И слабее. И слабее. Но защищается от них Бойсангоров? Ставит блок за секунду до того, как они прилетают. Так. Похоже, сила уже заканчивается у оппонента Заура. Но это нужно понимать и чувствовать. Хорошо. Но стойкий Питто. Не просто голова у него крепкая. Он по характеру такой. Он не будет сдаваться все равно. То есть даже проигрывая в чистую, даже пропуская сильные удары и даже понимая, что это большая угроза его здоровью, он все равно не будет сдаваться. Он будет боксировать до конца. Поэтому нет смысла ждать того, что соперник откажется или не откажется от боя. Нужно просто-напросто добивать. Мне уже нет сомнений, что... Никаких сомнений совершенно, что Бойсангоров выиграет этот бой, как бы там не взял себя в руки его соперник. Вот примерно так вот, да? Попадание-то было. Атака была неплохая у Питто в концовке. Ну, а это попадание, эта атака, эта капля в море по сравнению с тем, сколько уже напропускал аргентинец. Ну, вот мы говорили с вами еще в прошлом перерыве, что тренер может все-таки снять соперника. Но каким-то образом концовку вырвал Питто и как бы все стало на свои места более-менее для него. Да, мало одного удара. Ну, слава Богу, Заурбек уже бьет не один удар, как это было в первых раундах. И выцеливал, выцеливал, наносил, снова выцеливал. Сейчас он уже делает конкретно то, что нужно. Но почему-то вот под конец восьмого раунда ситуация несколько изменилась. Может быть, просто попустал. Ну, чуть-чуть расслабился. Это секундная расслабленность. Которая, конечно, недопустима. Хорошо, что против него такой соперник. Хороший боковой, но не хватает еще одного удара. Хороший снизу, но еще один удар нужен. Почему не нанести второй удар справа? Он получше сильнее, потому что первым ударом ты как бы делаешь небольшой замах. Ну, бесспорно, набьешь, а второй удар уже вкладываешь. Видно, что устали и тот, и другой. Все-таки уже почти середина девятого раунда. Но Пита еще спасает то, что у него руки на месте. Большая часть ударов приходится в перчатке. Конечно, это все отлетает в голову, но как бы сама тяжесть ударов уже становится не той. Сила удара. Хорошо, вот наконец-то пошли удары снизу. Про то, что пытался посоветовать Басангурову. Очень часто его соперник, даже он постоянно, вернее, стоит, так вот слегка нагнувшись. Вот вы видите, в ту или в другую сторону. Можно вычислить, в какую сторону пойдет. Отлично. Вот про это я говорил. Ну, хороший правый снизу. Да, вот сейчас был почти нокаутирующий удар, но устоял. В Гроге, в Гроге уже в Гроге. Ну, нужно добивать. Заурбек, ну, осталась минута. А то достоит, а дальше будет сложнее. Как правило, после перерыва идет снова начало. Как бы там ни было, разведка. Взял паузу Заур. Но он нанес несколько сильных ударов. Поверьте, очень много силы, теряя силы и энергии. Тогда хороший лево-боковой. Еще. Ну, вот он, твой. Но осталось вообще немного до конца раунда. Чудом, чудом еще стоит. Блокирует удары Заура. И достоял до конца раунда. Питтон. Кросси, вижу. Вот, наверное, износа. Рассечения-то нет. Ну, сложно, конечно, но сил достаточно еще у Питта. Ну, и держалка очень хорошая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десятый раунд. Очень тяжелая трехминутка была предыдущая, вот именно для соперника россиянина. И совершенно правильно делает Завурбек. Нужно начинать сразу. Все меньше получается у Питта, все меньше он выбрасывает. Удары уже совсем не опасны. Ну, конечно же, Завуру нельзя расслабляться. Все-таки работа на будущее. Но для психологической устойчивости, для возвращения победного духа нужна победа на кауле. Возвращение уверенности в себе. Вы заметили, что Бастангуров начинает боксировать с середины раунда. Как будто он каждые полторы минуты очередного раунда привыкает к сопернику. Может быть, на самом деле прицеливается, но ты просто вспомни концовку предыдущей трехминутки и делай то же самое. И вот ситуация отпускает до середины раунда, потом начинает бомбить. А потом не хватает буквально 10-15 секунд. Если начинать атаковать, очень жестко атаковать раньше, то боксер просто не доживет. Его соперник не доживет до конца раунда. Уже от джеба ведет Питту. Снова левая работает у Заура. Темп снизился. Я понимаю, усталость. Все-таки 10-й раунд. Но сопернику не легче. Ему, наоборот, сложнее. Причем сложнее намного. Он пропустил немало тяжелых ударов. Он, как говорится, выживал в тех раундах. Вот, пожалуйста. Как всегда, в конце последней минуты, каждой трехминутки, начинает работать Заур. Еще один правый. Пусть не силен, но, как говорится, в копилочку. И что совершенно правильно делает Басенгуров, он меняет этажи. Вот сейчас он только вошел в тот нормальный бой, в котором должен был боксировать. И в туловище, и в голову. Вот, пожалуйста, пожалуйста, на грани, на грани. Опять под конец раунда, посмотрите. Нужно пораньше начинать. Каждый раз начинать чуть-чуть пораньше. Хотя бы в конце первой минуты, трехминутки. Ой-ой-ой. Такая крепкая голова у этого парня. Я просто удивляюсь. Выставил пидку. Удивительно. Я бы на месте секунданта уже начинал потихонечку думать о том, по крайней мере, вот эту минуту подумать, отказываться или нет. Я думаю, что он размышляет над этим. Но все-таки не хочется первое поражение досрочное записывать себе в реестр. Пид-то удивительно при его корявости, при его таком нестандартной фигуре, насколько он сбалансирован, насколько он хорошо равновесие держит. Практически не было случаев. Да, его повело, но тут же полшага, и он уже опять в стойке. Не заваливается, ни назад, ни вперед, ни в бок. Очень здорово держит. Его спасает то, что он все-таки смягчает каждый удар, и голова у него крепкая, нужно отдать ему должное. Любой другой давно бы уже свалился на пол. Многие просто-напросто отказываются, потому что оно страшно и больно. Да и бесперспективно совершенно. Конечно, будет сейчас пытаться Пид-то любыми средствами тянуть время. Да, вот такими силовыми ударами нужно. Только одного-двух ударов мало. Нужно их наносить несколько больше. Сейчас Пид-то будет прижиматься. Отлично. Снизу, снизу. Вот удары очень часто пролетают свыше головы. А вот удар снизу, правый пресс, никакой удар лучше. Дал вымах от запиту сейчас Байсангоров. Ну и теперь время переходить к активным действиям. Начались сдержалки. Нужно время Пид-то для того, чтобы восстановиться. И, конечно, он инициатор. Ну вот, как всегда, по традиции, перед последней минутой Байсангоров начинает штурм. А ведь в начале этого раунда сил больше. Ну, может быть, он рассчитывает, что и у Пид-то их больше. Поэтому сначала надо сделать так, чтобы Пид-то не совсем кончились. Так и у тебя они тоже заканчиваются. Хорошо. Попадание справа тяжело. Пид-то, ну, можно пойти сейчас вперед. Что и делает Заур. Вот это нужно было делать в начале раунда. Сейчас уже нет сил просто-напросто. Хорошо. Ну, какой крепкий парень все-таки, а? Хорошо, отлично. Наверное, сейчас все-таки успеем. Ну, добивай, добивай. Есть шанс. Есть шанс. Соперник ничего не... Ну, еще один удар. Еще один удар. Один точный удар. Да. Ну, а если начать эту серию раньше, Сергей, скажите. Ну, хотя бы на полминуты. Давно такого не видел. Вот. Лучший образец бокса 50-х годов. Когда так в чемпионских боях такое случилось. То один, то другой. Вот так летали по рингу. Современный бокс и такого, ну, очень редко встретят. Ну, и как же держит. Да, бокс стал намного нежнее, предсказуемый. И все-таки принимает решение выпустить, наверное, своего бойца на раунд заключительного. Но все-таки с координацией у Пита все в порядке. Он аж плясал на ринге, но ведь не упал. Он не упал, причем все это было у него на автомате. Он уже не понимал, что делает. Да. Ноги сами... Вот, пожалуйста, пожалуйста. ...держали его. Все уже, как говорится, как будто на костылях. Ну, стоит и все. Ну, захочет ли или сможет ли Заур начать последний раунд вот именно так, как он закончил одиннадцатый? Ну, классика бокса. Двенадцать раундов боя и нокаут последний. Вот, начал сразу. И сразу пошла. Вот так вот нужно было боксировать с третьего раунда. Я понимаю. Пик формы, он как бы восстанавливается. Вот одним боем, он, одним боем всего лишь, да, Заур все-таки уже практически вошел в ту форму, в которой был раньше. Я бы сказал, почти в идеальную. Но если этот парень достоит до конца, его нужно просто повесить медаль. Поезд-то он уже не заработает, а вот что-то... Ну, уважение, конечно же, Пита уже приобрел. Стоит, посмотрите, а. Очень мужественный парень, что пытается что-то дать сдачи, но перед ним, по-моему, три из Урбека, он по какому-то из них бьет. Пытается контратаковать все-таки, вот этим своим ударом справа, потому что это у него самый сильный. Вот все совершенно правильно сейчас делает Заур, вот так, как нужно было, но усталость-то ведь накатилась и не хватает сил. А если бы это начать раньше, вот уже, который, пять раз, наверное, повторяю. Ну, боксер и тренер должны чувствовать это по ходу боя из Китании. Минута до конца поединка. Похоже, да стоит. Ну, кто знает на последней минуте, что устроил предыдущего раунда Заур. И сейчас четкие попадания. Да, силы закончились у того и другого. На автомате действуют уже боксеры. Секунды до конца боя. Кое-как стоит, уже, я так думаю, ничего не понимая, соперник Байсангурова. Байсангурова на грани, просто на грани. Только и делает, что... Я удивляюсь хладнокровию судьи, он, по крайней мере, мог... Ну, я понимаю, идет размен, но ты должен поинтересоваться здоровьем соперников. Так, похоже, первый нокдаун, да, да, да. Нет, они от удара. Нет, нет, нет. Прекратили. Но это напрасно сделали. Ну да, осталось секунд 15, по-моему, да? Меньше, это некрасиво. Вот это некрасиво. Он не от удара упал, он упал от усталости. Высказывает удовольствие, сейчас секундант. Но это не умаляет заслуг Заура Байсангурова, который одерживает победу. Посмотрим, что будет в дальнейшем. 29-я победа Заура Байсангурова. Надеемся, что получит он еще титульный бой и не за горами этот момент. 29 лет исполнилось ему в марте. Ну что ж, 21-я досрочная победа. Вот он, этот левый боковой, посмотрите. Повело, повело, повело. Он вообще уже ничего не видел. Я говорю про Пито сейчас. В догонку были еще удары. Вот затылок, это очень больный удар, поверьте. Здесь не до конца упал, а вот здесь уже все свалился. Ну и рефери мог бы посчитать. Хотя, если бы он отсчитал и искал бы бокс, там эти 15 секунд бы закончились. Аплодисменты Зауру Байсангурову. Он порадовал публику, он вернулся. По-прежнему есть над чем работать в защите. Это было очевидно в первых раундах, но затем никаких шансов купить уже не было. Точно. Ваши слова, Сергей. Скорол сейчас ринг-анонсер. Получает титул IBO. В первом среднем весе Зауру Байсангуров. Но, конечно же, для человека, который был чемпионом мира, этот титул не самый главный. Он будет стремиться к возвращению своего пояса. Коим ныне владеет Деметриус Андрейд. И не будет гореть особым желанием его побыстрее вернуть. Сколько еще времени? Ну давайте там. Прицепить. Ну, тут уж решение рефери. Ладно, что тут говорить. Зауру Байсангурова. Зауру Беку. Это уже очередной чемпионский пояс Байсангурова. Да, господа. За две секунды до окончания боя. На второй минуте 58 секунде. Это да. Техническим нокаутом победу в этом поединке держал Заур Байсангурова. Отлично. Заур поздравляем с победой. Ну вот и он сам рад. Он рад, что он избавился наконец от этой череды травм, от этой боли. Вот возможно именно проблемы у него в последних боях были как раз из-за травмы. Что он не мог действовать в полную силу. Не получалось. Организм не слушался. Пожелаем ему в дальнейшем обойтись без повреждений и вернуть себе пояс. Это был бы, конечно, большой подарок. Ну, в первую очередь себе, но и всем поклонникам бокса. Итак, фотографии на память. Да, завтра они появятся во всех средствах массовой информации. Заур вернулся. Теперь в зал. Немножко отдохнуть. Спочивать на лаврах рано. В первом полусреднем весе подобралась хорошая компания.